Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетских клиниках Иркутского государственного медицинского университета. В данное видео я хотел бы посвятить МРТ-диагностике деминализирующих заболеваний, в частности, рассеянного склероза. В последнее время я стал получать все больше заключений от специалистов лучевой диагностики, от так называемых мною в простонародье МРТ-шников. Различные заключения, которые говорят о том, что имеются признаки деминализирующего процесса, рассеянный склероз под вопросом и иные вещи, которые указывают на то, что у пациента есть какой-то конкретный диагноз. Поэтому данное видео я хотел бы посвятить вопросу диагностики рассеянного склероза только по МРТ-исследованию. Возможно ли такая диагностика? Ответ очень простой и короткий. Нет, невозможно. Потому что для выставления диагноза рассеянный склероз одного МРТ-исследования головного мозга все-таки недостаточно. Необходимо наличие специфических жалоб, необходимо наличие специфического анамнеза, необходимо наличие клинической картины, то есть изменений в неврологическом статусе. Необходимо наличие изменений по МРТ, причем МРТ в идеале проводить с контрастированием. И необходимо все-таки исследование на олигоклональные антитела, то есть взятие ликвора на лабораторную диагностику. Только комплекс данных мер позволяет говорить с достаточно высокой долей вероятности о наличии диагноза рассеянного склероза. Если брать изолированное МРТ-исследование, то очаги, указывающие на деминилизацию, могут происходить по различным совершенно причинам. Это может быть и нейроинфекция, это может быть и отравление какими-либо токсическими веществами, в том числе и в анамнезе. Это может быть резидуальный фон, например, перенесенный вирусной инфекцией матери во время того, как она была беременна пациентом. Соответственно, причин для деминилизации и для картины, которая похожа на деминилизацию, очень много. И говорить сразу о рассеянном склерозе, наверное, неправильно. Если брать МРТ-диагностику рассеянного склероза, то важна и динамика. Соответственно, одного исследования, как правило, недостаточно. То есть необходимо взять исследование на определенном аппарате у определенного специалиста сегодня и проведение на этом же в идеале аппарате и в идеале у этого же специалиста через полгода, через 12 месяцев. Должна быть так называемая диссиминация во времени и в количестве очагов. То есть должно быть появление каких-либо новых очагов. Старые очаги со временем должны увеличиваться. И если период четкого обострения, то есть когда человек чувствует себя плохо, у него появилось двоение в глазах, слабость в руке, в ноге, какие-то иные симптомы, которые могут быть при рассеянном склерозе. Все-таки во время обострения, проведение МРТ-исследования с контрастом будет приводить к тому, что очаги деминилизации и контраст будут этот накапливать. Соответственно, если нет накопления контраста, при этом есть четкое ухудшение, если нет нарастания величины очагов или появления новых очагов со временем, если нет таких вот признаков, соответственно, речь о рассеянном склерозе, наверное, вести не стоит. Надеюсь, моя информация была полезна для вас. Оставляйте свои комментарии под видео, выставляйте мне оценки, чтобы я понимал, стоит ли мне заниматься данной деятельностью дальше. Оставляйте пожелания по поводу того, какие темы хотели бы от меня услышать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok